Привет, это Елена, и сегодня мы поговорим о том, как сделать наше подсознание мощным союзником, которое будет нам помогать исполнять любые наши желания и цели. Хотите денег? Работайте с подсознанием. Вообще, многие из нас знают о подсознании, а если копнуться вот так глубже, но не все знают, что это такое, что вообще оно делает и как вам его использовать для своих целей. Правда в том, что сила подсознания вообще для каждого человека может быть мощным союзником, когда вы умеете, конечно, им управлять. Если наше подсознание не обуздать, оно может вашу жизнь завести туда, куда бы вам не хотелось. И, например, эта привычка постоянно говорить, что вам все время не везет, вы не можете никак получить это, вы не можете что-то сделать, чего-то не заслуживаете, ну и так далее в этом духе. И, скажем так, если вот эти вот фразы, неуверенности, негативные повторять достаточно часто, то в общей сложности это станет частью вашего программирования. И вы сами, того не желая, будете создавать такие ситуации в жизни, которые будут отражать вот эти вот негативные мысли. И также в этом видео вы узнаете, как управлять своим подсознанием, правильно программировать свое подсознание, чтобы в жизни иметь все то, что вам хочется. Хотите домик у моря? Пожалуйста. Хотите крутой автомобиль? Берите. Хорошего мужа или жену? Тоже возможно. Я обращаю ваше внимание, что я сказала хотите. То есть вам даже не надо это говорить. Вы просто можете мысленно правильно думать, и ваше подсознание со скоростью ветра начнет реализовывать ваши цели. Кто досмотрит видео до конца, лайфхак от меня. Делюсь техникой, которая называется контроль мыслей. Эта техника позволит вам убрать внутренний диалог или мыслемешалку в вашей голове. Подписывайтесь на канал. Лайком и комментарием отдельный респект. Ну и конечно же не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить самые интересные видео на моем канале. Поделитесь в комментариях, как часто посещаете мой канал и какие больше всего видео смотрите. Расскажу вам небольшую легенду о нашем сознании и подсознании. Без всяких этих научных терминов. Нейронов, дендритов, различных рядов связей, синапсов, коллапсов и всякое такое. В общем, если я начну выражаться, то это будет вообще темный лес. Наше сознание и подсознание – это два брата, которые ведут свой собственный бизнес. А бизнес – это наша жизнь, которой они управляют. И если вот так немножко их разделить, то сознание имеет такую, скажем так, логическую связь. То есть сознание способно анализировать происходящее событие и ситуацию. Подсознание, оно привыкло выполнять просто команды. То есть если поступает в головной мозг какая-то определенная команда или программа, то наше подсознание ее просто выполняет. И оно не способно анализировать, хорошо это или плохо. Так, вернемся к нашей легенде. Подсознание – это старший брат, который стоит во главе этого бизнеса. И, скажем так, чтобы произвести какие-то сделки в этом бизнесе, то только подсознание принимает решение. И младший брат, соответственно, не имеет права голоса. Наше сознание – это младший брат, который недобросовестно и не очень качественно выполняет свою работу. Поэтому, скажем так, наше подсознание постоянно его контролирует. И все решения в бизнесе, в сфере нашей жизни, проходят именно через подсознание старшего брата. И тогда он пускается в работу, чтобы решить эти все задачи, которые поступили в его бизнес. Но младший брат, как я уже сказала, лентяй и очень хитрый, иногда обманывает своего брата. И проделывает различные махинации в этом бизнесе. Как он это делает, об этом мы немножко поговорим позже. И приведем банальный пример из жизни. Как говорят многие женщины, я бы хотела иметь в себе хорошего мужа. Но уже один раз обожглась, у меня не сложилось. И теперь в моей жизни попадаются одни непорядочные мужчины, которые не подходят мне. И слаживается такая картинка, что все мужчины на букву «К», и причем с большой. Я думаю, всем понятен смысл этого слова. И вы постоянно, неоднократно себе твердите это. Это уже у вас как бы сформировалось в привычку. Но на данном этапе это работа нашего сознания, который анализирует наш прошлый опыт и делает выводы. Вот, например, эту обманули, эту обманули и меня тоже обманут. Поэтому уже слаживается своего рода вот такое убеждение. И весь этот негативный опыт программирует вас и создает негативную программу, которая сформирована с помощью негативных мыслей и убеждений. Вот эту негативную программу, которая сформировалась за счет ваших мыслей и негативных убеждений, младший брат передает старшему брату подсознанию. Тот, в свою очередь, принимает эту информацию и бегом спускается в работу, чтобы реализовать эту программу. Вы постоянно твердили муж бестолковый, и ваше подсознание ищет из миллиона лучших мужчин именно этого. Плохого, недостойного, с большой буквы К. И причина в том, что наше подсознание, оно не анализирует информацию хороший-плохой. Оно получило работу и пошло исполнять. Как-то ученые проводили эксперимент, и именно на основании той истории, которую я вам рассказала, когда женщина постоянно была уверена, что все мужчины плохие. И, скажем так, этот эксперимент был построен на том, что было собрано 100 хороших мужчин. И только был один, который соответствовал именно этим критериям и на букву К. И что вы думаете? Женщина из 100 человек выбрала именно этого одного. И уже это способами мнений об этом истории умалчивает, но тем не менее, факт остается фактом. Я думаю, теперь вы понимаете, почему богатые богатеют, а бедные беднеют. Теперь вернемся к тому моменту, как я говорила выше, что младший брат обманывает своего старшего брата подсознание. И как же ему это удается? Есть категория людей, которая знает, как устроен вообще процесс сознания и подсознание. И для достижения своих целей, причем любых, они задействуют свое подсознание. Используют при этом различные способы, техники, приемы. И оно работает на них. И я, конечно, не открою Америку, но это действительно так. Вы можете работать 36 часов в сутки, ставить цели, задачи, делать каждодневные шаги, но ваш результат будет равняться. И в первую очередь это наши мысли, наши убеждения, эмоции, настроения, энергия. Когда вы научитесь управлять всем этим процессом, о котором я вам только что сказала, тогда вы сможете давать четкие и правильные команды своему подсознанию. Тем самым вы перепрограммируете свое подсознание и уберете негативные программы. Если вы будете уверены, что вы богатый, успешный, везучий и здоровый человек, то ваше подсознание вам скажет, да, ты богатый, успешный, здоровый и везучий человек. И быстренько метнется в работу, и все это вам предоставит в жизни. Даже не состаритесь ждать, как оно уже у вас в жизни появится. Но если вы будете уверены, убеждены в обратном, то можете не сомневаться, вы все это получите, но в обратном смысле. Поделитесь в комментариях, кому понятно, о чем я говорю. Достижение желаемого результата будет действительно простым, если вы научитесь и обуздаете свое подсознание. Давайте теперь поговорим, каким образом можно обрести контроль над своим подсознанием. Вообще физическая реальность – это, по большому счету, наши мысли и эмоции. И простым языком говоря, что энергия ваших мыслей может влиять. И, безусловно, она влияет на вашу жизнь. Вы привлекаете в свою жизнь то, на чем фокусируетесь. О чем больше всего думаете, переживаете, волнуетесь. А может быть вы наоборот, весь такой позитивный, радостный, и вам всегда везет. Что вы повторяете себе изо дня в день? И как вообще реагирует ваше сознание на новые идеи? Вы рветесь вперед, чтобы это все реализовать? Или все-таки вам страшно, и вы боитесь выйти из зоны комфорта? Правило – мы не осознаем свой внутренний диалог. Мы просто живем на автопилоте. Для большинства людей это нормалек. Когда в голове мысли-мешалка, и только негативные, доминантные мысли. Большинство людей даже и не знает, и не догадывается, что мысли наши можно изменить. Но остановить поток мыслей, конечно же, невозможно. А вот управлять мысленным потоком – это в ваших силах. Обращая внимание на свой внутренний диалог, вы получаете какую-то информацию, необходимую для управления своим сознанием. И если так сложилось, что обстоятельства в жизни вас не устраивают, вы думали и чувствовали именно так, как указывало вам ваше сознание. И в результате вы пришли к тому, что имеете. Но когда вы осознаете природу своего внутреннего диалога, вы можете перепрограммировать себя и в корне изменить ход своей жизни. Управляйте своей жизнью, формируйте правильные убеждения и привычки. Вас может повергнуть в шок, или даже приятно это может вас удивить, как ваши мысли влияют на обстоятельства, в которые вы попадаете в жизни. Потому что наше подсознание работает на привычках. Смысл в том, что если у человека сформирована привычка, то он, соответственно, делает изо дня в день каждодневные действия. То есть он привык так делать. Соответственно, аналогичную работу выполняет и подсознание. Но будете привлекать в свою жизнь то же самое, что было у вас сейчас, 10 лет, 20 лет назад. Ничего у вас в жизни не изменится. Вы можете изменить форму человека, место работы, место жительства, но не содержание. Вы, вероятно, будете удивлены, сколько мыслей, вошедших в вашу привычку, мешают достигнуть ваших каких-то целей. Но благодаря ежедневным занятиям вы можете осуществить правильное программирование. Я поделюсь техникой, которая поможет вам отслеживать мысли и делать их фильтрацию, убирать негативные. И эта техника называется контроль мыслей. Этой технике стоит уделять внимание буквально раз в 5 в течение дня. То есть вы садитесь, сосредотачиваетесь на своем дыхании, делаете медленно 10 глубоких вдохов. Тем самым это поможет вам внутренне успокоиться. Затем вы просто сидите и наблюдаете за своими мыслями. Поначалу, когда вы будете сконцентрированы именно на этом мысленном диалоге, то они у вас, мысли, как бы вообще исчезнут. Они будут вот так медленно выплывать. И если в вашей голове появляется, например, мысль, что вы устали от этой жизни, вам постоянно не везет, вы сразу ее отодвигаете. Вы говорите следующая мысль. Если вдруг у вас в голове появилась такая мысль, «О, завтра зарплата. Пойду там в магазин, куплю себе вкусняшки или платьица, туфельки». Это позитивная мысль. То есть вы можете ее немножко, скажем так, сделать объемнее. То есть вы можете здесь пофантазировать, помечтать, какого цвета у вас будет платье, либо туфельки, и сколько вкусняшек вы себе купите. Если вдруг потом говорите, когда вы немножко эту мысль увеличили, позитивную, вы говорите опять «Следующая мысль». И опять, если негативная мысль, вы ее сразу отодвигаете, говорите «Следующая». И это проделаете упражнение буквально 5 минут. В течение дня постарайтесь уделять внимание этой технике 5 раз. Но если вы будете делать больше раз, вреда не будет. Вы также можете использовать медитации. Хороший способ настроиться на свой внутренний мир и образы, которые вы рисуете в своей голове. Медитации помогут вам изменить вашу жизнь, потому что, практикуя каждый день медитации, вы будете лучше управлять своим сознанием и перепрограммировать свои преобладающие мысли. И вот тогда вы точно заметите, что во всем у вашей жизни наступила гармония. И поверьте мне, жизнь станет интересной и приятной. И поскольку в вашем внешнем мире будут отражаться новые, позитивные, светлые мысли и убеждения, все рассуждения и предсказания радости от новых идей и возможностей, полученных от этого видео, фиксируйте в своих комментариях. И обязательно подписывайтесь на канал. Кому видео было полезно, ставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. Тем самым у меня будет возможность работать над своим контентом и улучшать его для вас. И, конечно же, не забудьте нажать колокольчик, чтобы быть самыми первыми в курсе о моих новых видео, которые выходят у меня на канале. До встречи в следующем видео. С вами была Елена Макаренко. Субтитры сделал DimaTorzok